Ты чё, ***, там несколько километров? А ты чё так разговариваешь? Ты ***, в смысле, я ***, в смысле, я ***, хоть конец ***, не ***, проскочи здесь две секунды. Ты, конечно, я пропустил. Ты на ЖИКе ездишь, тебе заднюю передачу включить, падлу бы. В Тюмени, а это значит в рубрике у наших восточных соседей по глобусу, на улице Монтажников возле перекрестка с Широтной, что в южной части столицы деревень, приключился дорожный конфликт из цикла Гордыня. А это известный факт мать всех страстей. На плотном физическом плане декорация была такая. 25-летний ураец, не уральец, а именно ураец, то есть житель города Урай, это в Хмао, катился по Монтажников от 30 лет победы в сторону Широтной в правом ряду на черном Лексусе RX300 2019 года выпуска, то есть это трехсотка четвертого поколения. В нескольких десятках метров от Широтной бородатому Лексусоводу срочно запонадобилось развернуться на 180 градусов, и он рванул налево через четыре ряда навстречку. По пути ему попался Жигуленок, который своим носом мешал обладателю Лексуса нарушать ПДД, а именно пересекать сплошную. Достоверно неизвестно, почему пилот отечественного болида не сдал назад и не пропустил Лексус. Может специально, из вредности, ну чтоб не поощрять наглость и беспредел на дорогах. А может его сзади подперли машины, ему реально некуда было сдавать, но так или иначе, Лексус все же просочился перед Жигулями, и нет бы поехать дальше, нарушает. Ха-ха, Лексусовод решил рулевому гораздо более дешевого ТСа высказать. По мнению Бородатого, у Жигулей было полно места, чтобы сдать назад. Куда я тебе поеду, б***ь? Чё? Куда я тебе сдал бы назад, если бы этот не отъехал? Ты чё, б***ь, там несколько километров? А ты чё так разговариваешь? Ты, б***ь! В смысле, я, б***ь? В смысле, я, б***ь? Хоть конец, б***ь! Нет, б***ь, проскочи здесь, две секунды! Я кажется, я пропустил! Э, б***ь, ты на Жиге ездишь, тебе заднюю передачу включить, падлу бы! Б***ь! 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 Начать запись аварийного видео! Б***ь! 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 Это видео попало в интерсеть и, конечно, поимело общественный резонанс. Больше всего людей потрясла гордыня, которой блеснул счастливый обладатель черного, 300-го Лексуса 4-го поколения. Дескать, ты на каких-то вшивых Жигулях и не мог включить заднюю, а я-то не такой, я на Лексусе. Ну, в общем, сверху вниз, а это типичнейшее проявление гордыни. Не будем описывать по телевизору, с какими животными в комментариях сравнили люди Лексусовода, но огреб бородатый ураец по полной. Против такого поведения были абсолютно все комментарии. Не сказать, что RX300 2019 года выпуска это капец какой шик. Да, это премиальная Тойота, да, это в меру дорого, но понты Лексусовода были совершенно непропорциональны его болиду. И вот это противопоставление Лексус и Жига со всеми вытекающими просто взорвали в сети коллективный мозг. И как обрадовались люди, массово осудившие и оскорбившие Лексусовода, когда на это видео отреагировала Тюменская госавтоинспекция. Гаишники по бырику бритто-бородатого пилота вычислили и впаяли ему три административки. Естественно, за сплошную. Кроме того, ему нарисовали протоколы за отсутствие ОСАГО и за тонировку. Вот в интерсети некоторые люди, спешащие выдавать желаемое за реальность, написали в комментах, дескать, Лексусовод на дороге был такой дерзкий, грозный, а перед гаишниками стоял такой блеял, протоколы подписывал. Ну, не знаю, не сказал бы. Скорее, напротив, рулевой Лексуса был очень даже последователен в своей упертой гордыне. Со своими косяками он согласился, тем более они очевидны, но исправлять их отказался. В первую очередь это касалось тонировки. Гаишники его обязали снять ее в течение 10 суток. В противном случае пообещали выписать дерзновенному Уральцу 19.3 Коап. А это не исполнение законного требования сотрудника полиции. А это уже не только штраф до 4 тысяч. В пиковом случае это до 15 суток административного ареста. Ну и в качестве резюме. Уважайте друг друга на дорогах, да и в прочих местах тоже. И не осуждайте, и не горделивтесь. В общем, по возможности не грешите, а согрешили покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. К этому протоколу вынесено постановление о назначении вам административного штрафа в размере 500 рублей, 250. Если вы можете оплатить в течение 20 дней подсказки, в вашей подсказке здесь и здесь. Тонировку удалять будете? Нет, в вашей подсказке вы будете. В банке вынесено требование о устранении неисправности транспортного средства. То есть в течение 10 дней данную неисправность нужно устранить. Или для вас будет ответственность уже по статье 19.3. И неисправность законного времени на службу по полиции.